всем привет вы на канале мороз лайк сегодня у нас интервью с нашим другом с нашим подписчиком виталиком который впервые поехал в чехию сложное время период короны ну конечно корона уже длится длительное время я думаю еще многие будут ехать это же все это на себе познавать но сам факт того что виталик ехал на один завод попал в итоге на другой об этом он сегодня все расскажет виталь привет ну рассказывай как все началось чего решил вдруг поехать в чехию я понял как являюсь подписчиком почему обратился к нам потому что являюсь подписчиком смотрел канал делал выводы смотрел другие каналы меня доверие внушил ваш канал и решил обратиться через вас и поехать но как бы об этом и не жалеет все прошло нормально ну это самое главное как бы что не жалеешь ни о чем расскажи нам пожалуйста для наших зрителей больше конечно мы это в принципе все знаем мы с тобой общались на протяжении всего можно так сказать твоего путешествия путешествия поэтому расскажи для наших зрителей сколько в реальности у тебя получилось ждать документы все ли было выполнено в срок и так в общем если так с момента с того момента как я с тобой связался до момента как я уже поехал чехии прошло может месяца два это максимум документы быстро и даже между нашли так быстро были буду готов и подача как проходила все лавка прошло поехал подал поехал заплатил опять все быстро течение полдня да кстати знаешь считали тоже тут здесь поподробнее расскажи я знаю что ты мне помню рассказывал что оплачивал визовый сбор да потому что тебе пришло сообщение ли тебе перезвонили мне перезвонили через день через день назначили дату где-то через день до назначили дату единственный минус единственный минус потому что я заказывал себе визу по новой почте и она пришла позже на три дня получается три дня потерял может быть быстрее дошло три дня потерял это единственный минус сразу пришло в этот день дорогу 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 да кстати прямой прямой автобус ну как прямыми там в тернополе пересадку по моему сделали потому что там люди с одессы ехали кто откуда со всей украины все в один автобус посадили и сразу как дорога гладкая границу быстро границу быстро перешел все дорога гладко все без проблем во автобусе вай фай был тесты на коронавирус делал в украине перед выездом в чехию а ну так тогда это вообще никто там нас по-моему на границе никто об этом не спрашивали ничего через венгрию заезжали не тесты не спрашивали не вакцинированы не вакцинированы вообще никаких вопросов не было если спросили сигареты везешь лишние или нет прошли там за 20 минут за 30 но это супер на самом деле конечно обычно дольше проходят границы есть и по 10 и по 12 часов да поэтому супер как встретили в чехии нормально приехал на автовокзал связался с куратором сразу же там вайфай бесплатный на автовокзале везде сканировал где бесплатный вайфай по всему городу карточку себе не покупал пользовался вайфаем позвонил минут через 15 пусть подъехал и повезли нас вместо дислокации смотри сразу сейчас скажу и для наших зрителей как бы да вот мы ничего не скрываем принципе что ты ехал изначально на завод идеал да то есть решил по нашему опыту открыто вакансии документы были на идеал вот но по итогу я так помню уже что тебя ждало разочарование по поводу того чтобы не попал на идеал иду поначалу это первое первое мнение первое впечатление было как бы ну не попал на тот завод то есть уже как будто обман какой-то идет почему так произошло что тебе предложили да это за городом 60 километров от пилузня первое впечатление когда приехал вообще в чехию приехал поселили в общагу как вообще было впечатление конечно у меня сначала было непонятно на заводе вышел пока ввели в курс дела там ничего сложного нету конвейер поначалу пришлось привыкать это неделя или две пока я привыкла к этому ритму перерывы каждые два часа по 15 минут так не привык работать привык к этому вообще нормально ничего страшного нет человек ко всему привыкает как у всех людей боязнь или страх нового все там хорошо работали крутили кондиционеры обратно тоже завод такой своеобразный куда в то попадет эти ребята которые с нами были мы сначала когда приехали три дня проходили шкаление нас рассказывали там учили как шуруповерт руках держать клеммы соединять тесты кое-какие сдавали все сдавали я не слышал что кто-то там ничего не сдавал все по сдавали не потом уже по линиям всех распределили обратно это уже индивидуально у кого какой мистер на линии это зависит от мистера позиции на которой ты работаешь отец сложнее было где легче ну как показывают практика везде люди привыкали ничего там сложного недели ну а те кто не привыкал они видать на нигде не привыкать ну да это все индивидуально уже тут за каждого говорить мы не будем еще за говорим конкретно за тебя потому что знаешь как бы ты рассказываешь делись и своим опытом это первую очередь и мы сейчас говорим конкретно о той работе которая тебя ждала то есть у тебя вот реально какие процессы были на какую ты может быть там линию попал если можно чуть подробнее рассказать твоя основная задача когда ты уже зашколился тебя обучили всему ты приходил от стандартно там допустим смена в 6 утра об это графики мы сейчас расскажем чуть подробнее там попозже вот то есть как все проходило твоя задача какая моя задача была на линии одевать крышки сверх кондиционера и решетки и их прикручивать и вот так вот восемь часов до ну да сложная работа руки не уставали просто конвейер идет надо это делать быстро пока руку набьешь а так там вообще ничего сложного даже скучно это уже когда уже попозже да так понимаю как вообще по условиям работы на самом заводе с так понимать и входил видел ребят видел вообще всю обстановку по заводу ну так же принципе озвучил что было по-разному как бы все зависит тоже человека кому-то заходит кому-то не заходит ну а в целом завод так как бы нормальный прикольный можно работать завод завод вообще хороший как бы японский по другим стандартам работает везде порядок чистота отношения нормальная к нам было столовая есть по моему 25 крон оплачивали мы остальное там завод платил еда нормальные туалеты раздевалки все на высшем чистота на рабочем месте мы тоже порядок саморезы собирали те которые падали саморезы так понимаешь нельзя было использовать повторно закручивали решетки так дальше правильно можно 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 если успеваешь да не у нас там выделялся к примеру в пятницу конце смены там у нас сплав выполнили у нас там осталось три или четыре часа до до конца рабочего дня мы там час походили туда-сюда там с метлами как оно обычно бывает собирали эти саморезы так за месяц ведро целое насобиралось мы его потом перебрали и обратные повторные использовали или же это как фушка кого-то оставляли на подработку перебирать эти саморезы ну это как пример кстати какой у тебя график был по сколько часов работал по 8 часов по 8 часов при часы какие-то дополнительные иногда были или нет субботы может какие-то выводили чего это уже вообще интересно но это сейчас подожди погоди с этим сейчас чуть-чуть дальше расскажем виталий расскажи поподробнее по поводу отношений к иностранцев это понимает там много агентур на заводе работает и чехов чехов понимаю так не не очень много да не почему чехов там тоже белоруссии есть ну русскоязычного населения там хватает какое отношение к вам было со стороны чехов ну отлично по себе я не говорю что за всех я говорю что за тебя конкретно то есть вот к тебе как относились нормально ненормально как ты себя вел ну не тоже там знаешь как директор в школе а как ты себе виталик вел там хорошо или не хорошо то есть в реальности вот по своему ощущению внутренним вот у меня лично первая ассоциация когда приехали к нам относились нормально ну и мы себя нормально показывали как у тебя было то есть не было такого что ах ты такой сякой приехал там все такое подобное понаезжали тут нет там вообще в чехии от нормальное отношение к русским украинцам я не слышал даже такого что какие-то конфликты я слышал конфликты в польше у людей были с поляками за чехия сколько у меня знакомых и вообще общался людей ни разу не слышал что в чехии были какие-то конфликты может какие-то локальные люди личные какие-то есть а так в общем нормально приветливая страна приветливые люди надеюсь еще туда поеду ноги и спасибо за информацию расскажи пожалуйста по жилью то есть какие условия вас ждали жилье так знаю что у тебя была бесплатная то есть ты за него не платил какие условия там хорошие нормальные терпимо-нетерпимо с клопами с тараканами так дальше жилье комнаты два три человека мы сначала вдвоем жили потом втроем на этаже душ стиральная машина кухня все есть для жизни плесени не было обыкновенная обыкновенный хостел без всяких там заморочек и ничего лишнего обыкновенный хостел ну вообще получается вас сами поддерживали порядок два дня недели мы выходили получается вас общая ванна общая душ общая кухня была кухня общая душ мужской женский короче короче нормально жить можно супер хорошо теперь переходим к тому вопросу по поводу того что ты озвучил что ты не хотел брать при часы дополнительная потому что тебя была другая работа расскажи пожалуйста в этом подробнее так понимаю что где-то что-то промутил прокрутил это можно это можно так сказать знаешь опыт который многие люди не пользуются и здесь от именно сыграла важно ту роль то что ты жил возле пилзня до недалеко от самого города и была возможность работать дополнительно расскажи пожалуйста процессе работы на дайте не с людьми общался рядом мы тоже предприятия шаловой доступности от завода скажем так обратились в агентуру заключили с ними договор и параллельно по возможности без фанатизма и без напряга я работал и там и там когда хотел но это не приносило дополнительный доход с транспортом проблем не было я ездил на завод на нашем дайкеномском транспорте или отдельно с транспортом проблем не прошел одну смену отработал пошел там другую отработал захотел я одну отработал не пошел вот так и я не было так выгоднее работать подрабатывать скажем ну да если вы знаешь эти так сейчас провожу анализ если бы ты попался таки на идеал то тяжело наверное было бы тебе с подработкой ну я так кстати да сколько выходила у тебя ну бывало в часов в сутки отработать задние сутки ну хотя была возможность не больше да ну больше зачем возможность было ну я не видел смысла это тяжело отработаешь сейчас 20 часов а завтра ты вообще надо 16 так 12 10 12 это нормальный для человека слушай но я честно вот восхищаюсь такими людьми которые первый раз едут в чехию именно в чехии вообще за границу не зная языка умудряются все-таки выбить из максимум из того что у них есть потому что не каждый реально вот мы насколько уже на канале уже больше чем три года озвучиваем ребятам что едьте вот вам документы пожалуйста визы получайте и есть возможность но я знаю сто процентов что люди так и делают едут и зарабатывает не обязательно на одном рабочем месте там где то есть бесплатное жилье допустим 8 часов рабочего графика но параллельно то можно еще не параллельно а последующие уже там 8 часов 4 часа 6 часов найти подработку зарабатывать по итогу получать за те же там 80 90 дней визы приличные деньги то есть я так понимаю ты много работал много часов но соответственно и заработал даст не знаю конечно у каждого своя на этом сумме они сейчас не спрашивают тебя сколько ты заработал конкретно мне это не нужно почему потому что твои деньги твои его время ты его потратил именно пользы для себя в дальнейшем чтобы это все превратить финансы но у тебя получилось реально вот с первой поездки запланированную сумму что ли заработать может и себе ставил какие-то там цифры в голове там наш вот поеду на три месяца заработаю там грубо говоря там 3000 евро я образно там 5000 евро не знаю и так дальше долларов чего там хочешь получилось у тебя это реализовать или не получилось да то что я планировал продукты сейчас нам подорожали в чехии очень прилично я по себе сейчас я живу в чехии как чувствую дорожает постоянно все это это все постоянно дорожает мне кажется там продукты дешевле чем у нас любом случае ну это все зависит от того конечно с чем сравнивать это да да не плохо то что она не стоит все на месте и и наверно то что зарабатываешь все равно в основном все это проедает виталь какой даже совет людям которые впервые едут в чехию совет тут один брать ехать и не бояться общаться с людьми там искать для себя лучшие варианты и думать о себе самому потому что там за тебя никто не подумал если ты сам до себя не подумаешь тут все легко и просто едьте общайтесь там русскоязычных много языковой барьер это такая минимальная проблема скажем так гугл переводчик в помощь или какие-то другие переводчики кто использует и общайтесь их находите агентуру много разных уже там самой чехии именно чешских где есть русскоязычные люди можно параллельно что-то искать другое вот весь совет езжайте пробуйте кому как мне понравилось чехии надеюсь ты все правильно говоришь и далее вот здесь важно добавить то что агентуры реально много и главное не попадать на те агентуры можно так сказать однодневки которые могут не заплатить деньги то есть важно пообщаться с ребятами которые допустим уже там поработали хотя бы там месяц может какой-то да там допустим два месяца чтобы они уже хотя бы знали что а вот здесь они работали дополнительно нам здесь заплатили без проблем так же самому можно идти и тоже работать рекомендовать и тогда что эти принципе без проблем подрабатывать это важно потому что многие многие так делают не многие это понимают но многие тоже слава богу что люди понимают что у них есть ограниченное время по визе по нахождению чехии и можно спокойно в принципе официально легально заключать дополнительные договоры и работу правильно виталь ну что в реальности спасибо тебе большое за время за то что нашел нас по видеосвязи вот такая вот сегодня коммуникация чехия украина вот такой телемост можно так сказать вот спасибо за твой опыт и реально эти еще раз повторю что произвел на меня впечатление как человек мало мало таких реально людей которые приезжают добывают все стараются пробивают сами не просят помощи да там элементарных может какие-то вещи поначалу там запрашивались а дальше уже сам все пробивал даже я помню тебе там писал как дела ты не мог даже ответить потому что на работе постоянно я все понял что значит если на работе человек на все хорошо это самое важное поэтому тебе успехов в дальнейших твоих начинаниях чтобы все что запланировал все сбылось в чехии значит в чехии в украине значит украине тоже решать только тебе поэтому тебе еще раз большое спасибо что вышел с нами на связь что поделился с нашими зрителями своим опытом своей истории так что удачи тебе большое спасибо 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 пожалуйста и тебе всего хорошего меня тоже был рад знакомству общению нормально все все мы сделали договорились поехали я не жалею не о чем все было хорошо всего пока вора спасибо